Сергей Мирославович, хотелось бы услышать Ваши комментарии по следующему вопросу. Как Вы считаете, есть ли угроза перерастания в какую-то горячую фазу той напряженности, которая наблюдается в последнее время в отношениях Тагерана с Баку и Анкарой? И второй вопрос, с Вашего позволения, обладать для Армении достаточными ресурсами для того, чтобы противостоять существующим вызовам, так в экспертных кругах и в оппозиционном политическом поле бытует мнение, что Армения уже стоит перед реальной угрозой утраты своего суверенитета. Более того, утверждается, что уже значительная часть суверенитета Армения потеряла. Я, наверное, начну со второго вопроса. Вот знаете, суверенитета абсолютного не бывает ни у кого. Даже если мы возьмем сверхдержавы, Соединенные Штаты Америки, Китай, мы увидим, что на определенных направлениях они не могут реализовать все то, чего хотели бы. Мы это видели в Афганистане. Можно вспомнить недавний пример Дональда Трампа и его попытки поставить на место Северную Корею. Можно сказать, что определенные ограничения у суверенитета имеются и у Турции, которая не все идеи в Сирии реализовала в силу фактора Ирана и России. Тоже можно сказать и про Россию, которая столкнулась с ситуацией растущих амбиций Турции и на постсоветском пространстве, и в Средиземноморье и так далее. И не все, скажем, такие максималистские планки могут быть удовлетворены. Понятное дело, что Армения маленькая страна и в условиях нового статус-кво после Карабаха ослабленная. Ослабленная не только в военно-политическом плане, но и в эмоциональном. Внутри самой республики идут большие дискуссии о цене, сопротивлении и цене условных, говоря, уступок. Поэтому считать, что возможен некий абсолютный суверенитет Армении, чтобы она могла сама отстаивать какие-то цели, но это, мне кажется, красивая фраза политически, но утопична в реальности. Я понимаю прекрасно внутренние резоны оппозиции, оппозиция на то и оппозиция, чтобы власть ругать. Но идея уступок, она формировалась задолго до того, как Никол Пашинян вообще пришел к власти. Эти вопросы, наверное, со времен даже 1991 года обсуждаются. Ведь если мы... Уступок территориально, то есть, что вы думаете. Безусловно, но если мы посмотрим даже с вами внимательно на такой документ, как Декларация независимости от 23 августа 1990 года, то предполагалось создание общего государства Армении и Карабаха, чего никогда не случилось. Поэтому идея уступок была, она всегда пронизывала армянскую внешнюю политику. Многие просто уступки не озвучивались, они не были публичные. То, что мы увидели во Второй Карабахской войне, дискурс уступок стал публичным. Его вытащили из секретных, так сказать, шкафов и сейфов и стали обсуждать более активно. Понятно, что некоторые уступки уже, в общем, де-факто есть, если говорить о районах. Опять же, это проблема, которая в переговорах была вмонтирована, это не секрет. А вот за проблему статуса Карабаха, я думаю, будут биться разные политики. И опять же, и про властные, и про оппозиционные. Если представить завтра, скажем, изменение резкое, и какой-то другой политик пришел бы к власти, в общем, примерно в этих условиях он бы и работал. А вот в этом контексте, как вы считаете, Москва во время прошлогоднего 44-го дняной войны придерживалась четкого баланса в отношениях с конфликтующими сторонами. Возможно ли определенные корректировки политики Москвы? Вот уже в условиях новых реалий, нового статуса Карабаха региона. Вы знаете, я отвечу на этот вопрос и отчасти на пропущенный сюжет первого вопроса. Возможно ли корректировка, возможно ли эскалация? Конечно, возможно. Понимаете, когда вот многие требовали от Москвы жестких действий, какой-то определенности в 2020 году, я всегда напоминал один кейс. Южно-Осетинский. Москва пошла на признание Южной Осетии после, наверное, почти двух десятков лет обращений руководства этой республики, включая не только к президенту, но и в Конституционный суд России, в разные инстанции, политическим кругом о признании. Разморозка конфликта с Грузией шла 4 года, с мая 2004 по август 2008. Однако Москва не ставила под вопрос территориальной целостности Грузии уже даже после прихода к власти Саакашвили. Любую политику нельзя рассматривать как уличную драку. Внешняя политика – это гораздо более сложная комбинация. Это не то, что вот я что-то сказал, ты мне немедленно ответил. Поэтому убирать, скажем, возможность изменения какой-то позиции Москвы мы не можем, конечно. Да, российские миротворцы находятся в Карабахе на 5 лет. Таких ограничений не было ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, ни в Приднестровье. Сейчас они есть. Может этот вопрос встать? Это, собственно, уже встает потихоньку в разных позициях. Будем смотреть на это. Что касается силовой эскалации, конечно, она возможна. Потому что, чтобы кто ни говорил о завершении конфликта, есть точки недовольства. Есть точка недовольства – демаркация, раз. Есть точка недовольства – статус или отсутствие этого статуса, два. Переговорный процесс сейчас будет перезапущен или не перезапущен. То есть, конечно, возможности есть. Наверное, эти возможности ниже, чем они были год или два назад. Но они все равно сохраняются. Решая это уравнение, мы эти элементы выбросить не можем.